Выборы признаны состоявшимися и действительными. Мэром Москвы избран Сергей Семенович Собянин. Главный оппонент Собянина Алексей Навальный с этим не согласен. В московские суды поступили сотни исковых заявлений с жалобами на нарушения, зарегистрированные в день выборов. Тем не менее, к активным действиям Навальный не готов. Он даже отменил митинг 14 сентября. Не так важно, что происходит в штабе Навального. Я думаю, что они так много и удачно и хорошо работали последние месяцы, что имеют право взять небольшую паузу. Только вчера они привезли грузовик жалоб на итоги выборов. Я думаю, это связано просто с тем, что у них много работы. Ясно одно. С политической сцены Навальный теперь уже не уйдет. Выборы для главного оппозиционера страны стали своеобразным мостиком в большую политику. Я думаю, что Навальный пытается превратить свои штабы, которые у него есть, их много, и волонтеры. Их не распустить, де-факто оставить их, создав некую новую политическую партию, воспользовавшуюсь успехом. А успех есть. Вот этот успех конвертировать в новую политическую партию, в новое политическое движение, которое будет атаковать на следующих выборах. Вот Мозгордума, например. Существует много версий, объясняющих появление и взлет на политической сцене Алексея Навального. Но уже сейчас вполне очевидно, что он стал самостоятельным и популярным политиком. Власть даже сама не понимает, в каком идиотском виде она предстает, когда говорит о том, что наконец-то состоялись честные выборы. Она фактически признает, что все предыдущие выборы президента Российской Федерации, парламента были жульническими. Это говорит сам Путин. По прогнозам социологов, Собянин должен был набрать 60% голосов, а Навальный от 10 до 20%. В итоге первый еле переступил через 50-процентный порог, а второй получил в общей сложности в полтора раза больше голосов, чем кандидаты Митрохин, Мельников и Левичев вместе взятые. Есть люди, которые уверены в том, что прошедшие выборы были настоящими и честными. Выборы были кричащие абсолютно, просто, знаете, манифестированы выпукло-чистыми. И вот в этой семье враги начинают говорить о двух процентах. Но это вызывает улыбку. Это вызывает улыбку, это скорее поощрение выборам, чем критика вызывает. Другие в этом совершенно не уверены. То, что на шею этому номенклатурному господину надели какую-то цепь, не имеет никакого отношения к закону, который должен соблюдаться. И если бы суд признал фальсификацию на выборах и отменил выборы, Собянин, разумеется, не остался бы мэром. Инаугурация – это формальная история, которая не имеет никакого отношения к закону. Это пиар. Самый главный результат последних выборов мэра Москвы состоит в том, что вектор российской внутренней политики изменился. Появились политики новой для России формации, которые вывели свой электорат из просторов интернета на улицы и повели за собой. В России действительно появилась и есть настоящая позиция, с которой власть должна считаться.